Девушки отдыхают 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 но тоже как-то рыба так в коматозе ищет. На самом деле слишком позднее было лето, очень жаркое лето. И поэтому температура воды еще не соответствует осенней. На самом деле он 16 градусов, почти купаться можно. Тренируемся дальше, посмотрим, что будет. Алексей, скажите, зачем вы поехали на Джек-Парей? Во-первых, это престижный турнир. Во-вторых, защищаем честь компании Мирболова, акваторию. Наш капитан Кирилл Гучин знает очень хорошо. Подергивает тихонечко. А пришли с Волги, зашли в Разнижие. Потому что сегодня очень сильный ветер, ловить невозможно на Волне. Алексей, а ты до этого играл в Джек-Паре? В Джек-Паре? Ух ты, красавчик. До этого ни разу не играл, был кубик SCP. Были отборы, пал. Поэтому что делать, как работать с техникой? Есть полное понимание, как надо работать на соревнованиях. А я вот не помню, сколько лет я играл в Джек-Паре. Пять или шесть. Вот. И в сравнении с тем, как это начиналось, сейчас, конечно, абсолютно другие масштабы. Вначале это была маленькая тусовочка. Все свои, все знакомые. Всех обзывали, приглашали побаловаться, поиграться. А теперь никого обзывают не надо. С 170-кипажей лимит. Рыбы меньше, людей больше. То ли еще больше. Да, да, мы его нашли. Все, не будем. Хорош, вперед. Зачетный, наверное, скажи, парень. Алло, что-то там? Рыба, как подобающий. Берш? Шлеп. Пока не знаю, но с ударом. Может, либо судачок, либо бершок. Так, Кирюх, можно сниматься, в принципе, все ясно. Здесь мы не были ни разу. Мы сейчас пришли, предварительным сочи в карты, прямо ходим, смотрим, интересные места, находим и ловим. Ты красавчик, Кирюх. Это красавчик просто. Второй зачетный окунь. Окунь, команда. Но нам нужна другая рыба. Окунь или судак? Давай, давай, давай. Окунь. Окунек. Зачет. Кирюх, с двух точек два зачета. Окунь. Есть. Ух ты, красавчик. Ох ты. Кирюх, надо сваливать отсюда. Потом мы сейчас все перегубим. Вот это, вот это. Вот, вот это. Вот жаба. Зашла. Зашла. Все, ухульмансы. Минимум пятерка. Вот сейчас забросил на четыре и валю на десять. На свале найдена большая стая мелкой рыбки. Можно быть, где-то рядом есть и пастух. Не знаю. Вот сейчас пока идет четверка. Ждем. Причем я сейчас в данном случае из-за ветра и волны не мелочусь. И практически в стоящей воде поставил 24 грамма. Результат он уже был один. Сейчас посмотрим, может, еще что-то такое. То есть я специально переутяжелился. Ну, как бы для того, чтобы уши видно было. И, собственно говоря, для рыбы тоже иногда хорошо. Вот пошел свал. Первое падение. Ждем. Второе. Свал здесь достаточно резко с рыбой. Рыба есть. Скорее всего крупная. Хотя кто знает. Рыба. Ребята, желтый цвет рулит. 40. 40 нужно? Да. 31. Не зачет. Ну, естественно. Даже было понятно. Ну, это хороший знак. Так и судак здесь есть. Еще раз обращаю внимание. Когда берем рыбу с большой глубины и не хотим ее убивать, доставать ее надо медленно, чтобы он успел как бы скинуть давление в пузыре. Тогда рыба будет жить и ничего страшного не произойдет. А вот если вы теряете ее буром, ну, тогда она, скорее всего, умрет, даже если вы ее отпустите. Второй зачетный бирж. Зачет! Дистанция. Сюда идет. Кирюк сматывался. Чудачок! Зачет. Зачетный. Давай измерим. Зачет. Вот, оказывается, кто это стоял-то. Не щука. Да, продолжи. Там еще есть. я даже говорить не может естественно за счет это серьезно спасибо